Добрый день, друзья! Сегодня хотел бы с вами рассмотреть вопросы биохимии, рассмотреть новые задачи по биосинтезу белка на антипараллельность. Биосинтез белка, новая задача ЕГЭ, вес 20-20 на антипараллельность. Для успешного решения задач этого типа необходимо знать, что такое антипараллельность, вспомнить строение нуклеотида, строение молекулы ДНК, уточнить свойства генетического кода, вспомнить состав гена, определить деинформативную часть, деинформативную часть, вспомнить синтез молекул ДНК и уточнить этапы биосинтеза белка. Что такое антипараллельность? Будьте внимательны. Антипараллельность – это противоположность, направленность двух цепей двойной спирали ДНК. Одна нить направлена от 5-штрих конца к 3-штрих концу, другая нить от 3-штрих конца к 5-штрих концу. Каждая цепь ДНК имеет определенную ориентацию. Один конец несет гидроксильную группу OH, присоединенную к 3-штрих углероду в дезоксирепозе. На другом конце цепи находится остаток фосфорной кислоты, присоединенный к 5-штрих концу углерода в сахаре. Две комплементарные цепи в молекуле ДНК расположены в противоположных направлениях, то есть антипараллельно. При параллельной ориентации напротив 3-штрих конца одной цепи ДНК находился бы 3-штрих конец другой цепи ДНК. Ферменты, синтезирующие новые нити ДНК, могут передвигаться только по матричной цепи вдоль в одном направлении, от 3-штрих конца к 5-штрих концу. Поэтому в процессе репликации одновременный синтез новых цепей ДНК идет антипараллельно. Чтобы разобраться в антипараллельности, давайте вспомним особенности строения нуклеотида. Нуклеотид – это мономер нуклеиновых кислот. Нуклеотид образован из трех химических групп. Основной группой является пентоза, сахар, рибоза или дезоксирибоза, одно из азотистых оснований и фосфат, или остаток фосфорной кислоты. Чтобы разобраться в особенностях штрих-концов, давайте с вами вспомним, как располагаются углероды в молекуле езоксирибозы. Здесь находится С1', в этом здесь находится С2', 3', 4', и здесь С5'. И поэтому мы видим, что к одному штрих-концу присоединяется азотистые основания, а к 5 штрих-концу присоединяется остаток фосфорной кислоты. К 3 штрих-концу будет присоединяться фосфат другого нуклеотида, преобразование полинуклеотидной цепочки. Посмотрите, вот получается дезоксирибоза, здесь к 5 штрих-концу присоединяется остаток фосфорной кислоты, к 1 штрих-концу присоединяется азотистые основания, а к 3 штрих-концу присоединяется фосфат другого нуклеотида. И поэтому между пентозой и между остатком фосфорной кислоты возникает химическая связь. Эта связь называется фосфодиэфирная связь или сахарофосфатная связь. И вот так образуется этот сахарофосфатный остов. Между остатком фосфорной кислоты и пентозой возникают химические связи, и образуется остов полинуклеотидной цепи. К этому остову присоединяется азотистые основания. К 1 штрих-концу присоединяется азотистые основания, и тогда образуется полинуклеотидная цепочка, где основой все-таки является сахарофосфатный остов. А вот размещаются две полимерных комплементарных цепи ДНК, одна против другой, в антипараллельности. Как это происходит, мы немножко позже отметим. А здесь вы видите, что одна полинуклеотидная цепочка встает против другой полинуклеотидной цепочки комплементарными азотистыми основаниями. Напротив А всегда встает Т, напротив С всегда встает Г, напротив Г встает С. И между этими азотистыми основаниями возникает химическая связь, водородная связь. Она удерживает две полинуклеотидные цепочки вместе. Между аденозином и тимином две водородных связи, между цитозином и гуанином три водородных связи. Давайте посмотрим с вами фрагмент видео и определим особенности строения молекулы ДНК. В видео, посвященном молекулярной структуре ДНК, мы увидели, что основу каждой молекулы составляет две параллельные цепи. Постоп каждой из этих цепей состоит из чередующихся фосфатных групп и сахаров. Вот у меня на рисунке фосфатная группа, а вот сахар. Дальше снова идет фосфатная группа, а за ней снова будет сахар. Можно схематично изобразить такую цепь следующим образом. Так, вот это фосфатные группы, а между ними сахара. Вторая цепь устроена точно так же. Здесь у нее фосфат, затем сахар, затем фосфат, затем сахар, затем еще один фосфат. Давайте обведем сахарат. Итак, вторая цепь выглядит таким же образом. Это у меня схематичная картинка. А между ними соединения, которые напоминают ступеньки веревочной лестницы, парные азотистые основания. Давайте разберемся, откуда у них такое название. Вот эти атомы азота настолько электроотрицательны, что легко принимают дополнительные ионы водорода. У них есть свободная электронная пара, которая используется для образования донорно-акцепторной связи с ионами водорода из раствора. И вы спросите, раз тут у нас основание, почему же ДНК считается кислотой? На то есть две причины. Во-первых, основные свойства азотистых оснований достаточно сильно уменьшаются из-за образования водородных связей. Благодаря этим водородным связям эти основания и формируют нечто похожее на ступени веревочной лестницы. Но главная причина, почему ДНК называют кислотой, вот в этих фосфатных группах, которые проявляют кислотные свойства. Более того, мы изображаем их без атомов водорода, потому что они настолько кислотны, что в нейтральном растворе они тут же отдают протоны. Поэтому в клеточном ядре они с большей вероятностью будут находиться именно в такой форме, без протонов. В любом случае, фосфатные группы считаются кислотными. Я говорил в предыдущем видео, что более точная фосфатная группа обозначается вот так, с водородом, без отрицательного заряда. Давайте изобразим вот эти азотистые основания. Здесь у меня тимин. Этот сахар соединен с тимином, а соответствующий тимину азотистые основания это аденин. Между ними образуются водородные связи. Частичные положительные и отрицательные заряды на их концах друг к другу притягиваются. Теперь давайте спустимся на одну ступеньку ниже. Что у нас здесь? Вот это азотистое основание это цитозин, и он образует пару с гуамином. Эти цепочки кажутся параллельными. В некотором смысле это верно. Но здесь есть еще один важный момент, а именно направление их ориентации. Скажем так, обратите внимание вот на эти фрагменты нуклеотидов, полученные от дезоксирибоза. Здесь кислород находится наверху пятиугольного цикла. А с этой стороны кислород находится в самом низу. То есть цепочки ориентированы по-разному. Здесь кислород направлен вверх, а здесь вниз. Для большей наглядности предлагаю пронумеровать атомы углерода в дезоксирибозе. Здесь у нас молекулы рибоза. А в состав ДНК входит дезоксирибоза. В ней не хватает одного кислорода. Вместо гидроксильной группы у второго атома углерода в дезоксирибозе просто водород. Но давайте их пронумеруем. Начнем нумерацию с карбонильной группы. Это будет углерод номер 1-штрих. И пронумеруем дальше, начиная от карбонильной группы. 2-штрих, 3-штрих, 4-штрих, 5-штрих. То же самое у цикличной формы. А теперь пронумеруем атомы углерода прямо здесь, в молекуле ДНК. Итак, у нас есть пасфатные группы, связанные так называемыми пасфадеэфирными связями, благодаря которым и держатся вместе весь этот остров. И мы движемся от пасфата к углероду номер 5. Затем через сахар к углероду номер 3, от которого попадаем к следующему пасфату. Затем снова к углероду номер 5-штрих. Затем от него к углероду номер 3-штрих. Нумерация у нас идет вот отсюда, с первого углерода, который в линейной форме входил в карбонинную группу. А здесь у нас чередуются фосфат, 5, 3, фосфат, 5, 3, фосфат. И для определения данного направления можно сказать, что мы движемся от пятого углерода к третьему. Вроде с левой частью цепи разобрались, а что происходит в правой части? Давайте и здесь пронумеруем атомы углерода. Это у нас атомы углерода номер 1-штрих. Эта картинка перевернута относительно этой. Итак, 1-штрих, 2-штрих, 3-штрих, 4-штрих, 5-штрих. Здесь тоже пронумеруем. И сверху вниз будет фосфат, 3-штрих, 5-штрих, фосфат, 3-штрих, 5-штрих, фосфат. То есть с этой стороны при движении сверху вниз сахар у нас будет направлен от 3 к 5. Таким образом, справа цепочка направлена от 3-го атома углерода к 5-му. Или можно нарисовать стрелку от 5 к 3, но она будет смотреть и в обратную сторону. Итак, остовы параллельны, но смотрят они в разном направлении. Фактически они действительно параллельны, но такая структура ДНК называется антипараллельной. Цепи в ДНК расположены антипараллельно. Обратите внимание, что ступеньки нашей лестницы строго определяются своими половинами. Тимин всегда в паре с аденином, цитозин всегда в паре с гуанином. Они комплементарны друг другу, образуют друг с другом водородные связи, а остовы всегда направлены в противоположные стороны. И раз уж мы заговорили о молекулярной структуре ДНК, можно рассмотреть интересный вопрос. Как же они так связываются? Откуда части молекулы знают, в какую сторону поворачиваться? Важную роль в формировании структуры ДНК играют отрицательно заряженные фосфатные группы. Поскольку здесь полноценные отрицательные заряды, они будут стараться разворачиваться в разные стороны, то есть максимально друг от друга отдаляться. Причем мы помним, что ДНК это очень-очень длинная молекула, и на протяжении всей длины фосфатной группы как бы отворачиваются друг от друга. А эти основания наоборот стремятся быть поближе друг к другу, водородные связи их притягивают. Вот так и образуется структура в виде веревочной лестницы. ДНК это удивительная молекула. Итак, мы рассмотрели с вами молекулу ДНК, определили, как образуется антипараллельность и почему. И здесь ключевыми моментами являются отрицательно заряженные фосфаты и образование водородных связей между азотистыми основаниями. Теперь давайте определим, как же называются эти цепи. Итак, одна цепь начинается с 5 штрих-конца к 3 штрих-концу, другая же цепь начинается с 3 штрих-конца к 5 штрих-концу. Та цепь, которая начинается с 5 штрих-конца называется смысловой цепью, а та цепь, которая начинается с 3 штрих-конца называется транскрибируемой цепью. Здесь тоже мы давайте обозначим, это у нас будет смысловая цепь, это транскрибируемая цепь. Они образуют единую цепь молекулы ДНК. В задачах последователь нуклеотидов смысловой цепи ориентированы от 5 штрих-конца к 3 штрих-концу, то транскрибируемая цепь от 3 штрих-конца к 5 штрих-концу. Смысловая цепь, это последовательность нуклеотидов, кодирует наследственную информацию, а вот транскрибируемая или антисмысловая или кодирующая цепь по сути является копией смысловой ДНК. И мы будем строить именно смысловую по транскрибируемой и транскрибируемую по смысловой. Служит транскрибируемая матрица для синтеза всех видов и всех видов РНК и ИРНК, и ТРНК, и РРНК. Поэтому давайте с вами определим, что в результате транскрипции синтезируются все виды РНК. Но они синтезируются с наследственной информацией молекулы ДНК. А вы знаете, что молекула ДНК поделена на участки. Эти участки называются генами. Поэтому давайте с вами рассмотрим современное представление о гене и определим, какая часть гена информативная, какая часть гена неинформативная. Вот перед вами участок молекулы ДНК вот от этой точки до этой точки. Этот участок молекулы ДНК разделен на четыре основных элемента. Первый элемент называется регуляторной зоной. Здесь происходит включение и выключение активности гена в определенное время онтогенеза. Вторая зона промоутер. Промоутер это посадочная площадка для фермента РНК полимераза, который участвует в синтезе РНК. Третья зона или третья часть структурная часть она самая большая включает несколько тысяч нуклеотидов. Она состоит из двух типов участков это экзоны и экзоны и трона и последняя зона это терминальная зона которая определяет окончание гена. Так вот говоря о структурной части мы говорим что при процессинге синтезе РНК вначале синтезируется незрелая информационная РНК и поэтому снимается информация путем транскрипции с всего участка структурной части с обоих участков и экзонов и интронов. Потом при образовании зрелой информационной РНК вы видите из информации незрелой и РНК вырезаются информации интронов которые нанесут информацию о первичной структуре белка. Образуются участки экзоны которые сшиваются определенными ферментами этот процесс называется сплайсингом и в результате этого сплайсинга образуется зрелая информационная РНК которая несет информацию о первичной структуре белка. Первый триплет этой зрелой информационной РНК называется старткодоном с него будет начинаться синтез с информационной РНК будет синтез первичной структуры белка и старткодон всегда АУГ и всегда первичная структура белка начинается с аминокислоты метионин. Заканчивается генетическая информация одного гена стопкодона стопкодоны формирует терминальная зона это такие стопкодоны могут быть УАА УАГ УГА который сигнализирует о том что информация гена закончилась и синтез первичной структуры тоже закончился и так мы с вами видим что не вся часть гена несет информацию о первичной структуре белка несет информацию о первичной структуре белка Только структурная часть гена – это раз, и в структурную часть гена только экзоны несут информацию о первичной структуре белка. И поэтому в задачах иногда дается задание определить информативную, неинформативную часть. Так вот, неинформативной частью будет как раз регуляторная зона, промотор, а информативной частью будет информация экзонов. Рассмотрев структуру гена, мы должны с вами определить, что вся наследственная информация в гене записана с помощью генетического кода. Это последовательность расположения нуклеотидов в ДНК или ИРНК, которая определяет последовательность расположения аминокислот в белках, где происходит реализация наследственной информации от ДНК и ИРНК по среднику, а из ИРНК уже синтезируется белок. Наследственная информация записана генетическим кодом. Генетический код имеет свойства. Первое свойство генетического кода – это код триплетен. То есть три рядом расположенных нуклеотида является триплетом или кодом. Природа определила, что триплет действительно должен состоять из трех нуклеотидов, потому что двоичный триплет не мог бы обеспечить кодирование всех аминокислот. Их у нас 20 аминокислот, мы должны закодировать четырьмя нуклеотидами. И вот минимально таких триплетов должно быть 61, потому что 3 из 64 определяется знаками припинания или как раз бессмысленными терминальными кодами. Второе свойство – код специфичен, однозначен. Один триплет всегда кодирует только одну аминокислоту. Давайте посмотрим. Итак, триплет УУУ кодирует аминокислоту. Первое основание – У, второе основание – У, третье основание – У. На пересечении этих трех оснований находится аминокислота фенилаланин. ААА – первое основание, второе основание и третье основание. И на пересечении – Лизин. Итак, мы видим, что один триплет кодирует только одну аминокислоту. Третье свойство – код вырожден. Вырожден избыточен. Мы с вами знаем, что 20 аминокислот необходимо закодировать 61 триплетом. И поэтому какой-то аминокислоте досталось, в кавычках, один триплет, трептофану и метионину. Каким-то досталось по два триплета. Третьим досталось четыре триплета. Четвертые имеют шесть триплетов. Если мы внимательно посмотрим на эти триплеты, то мы увидим, что некоторый триплет отличается только последним нуклеотидом. Это как раз обеспечивает надежность хранения наследств информации, так как в генах часто происходят генные мутации, и замена одного нуклеотида не поведет к изменению первичной структуры белка. Код непрерывен. Внутри генов нет знаков припинания, которые мы с вами уже определили. УАА, УАГ, УГА. Они имеются только в конце гена. Код не перекрываем. Один код никогда не накладывается на второй. И самое важное свойство генетического кода в том, что все живые организмы на планете Земля имеют универсальный код. Тем самым подчеркивая, что имеют единое происхождение. Рассмотрев генетический код, мы должны с вами дальше определить, как же происходит синтез белка, его этапы. Вы знаете, что наследство информации находится в ядре, в молекуле ДНК. А вот синтез белка происходит в рибосомах. И поэтому необходимо посредника, который перенесет информацию с молекулы ДНК к рибосомам. Этим посредником является матричная информационная РНК. Рассматривая этапы образования информационной РНК, используя информационную РНК как матричную РНК в рибосомах, мы определяем с вами, что биосинтез белка состоит из двух этапов. Первый этап – это транскрипция. А второй этап – трансляция. Давайте вспомним эти процессы биосинтеза белка. Транскрипция – это биосинтеза всех видов РНК на матрице ДНК. Процесс идет на одной из цепей молекулы ДНК, и вы знаете, что она теперь называется. Она называется транскрибируемой нитью ДНК по принципу комплементарности. Процесс транскрипции происходит не на всей молекуле ДНК, а только на небольшом участке. Этот участок как раз соответствует одному гену. Это у эукариотических организмов. А прокариотические организмы, участок, который транскрибируется, называется опероном, который включает несколько структурных генов. Транскрипция имеет стадии. Первая стадия транскрипции – это связывание. РНК полимераза, фермент, садится на начало структурной части. Он инициирует считывание информации с транскрибируемой молекулы ДНК, части молекулы ДНК, и синтеза информационной РНК. Дальше синтез продолжается. И синтез информационной РНК заканчивается, когда заканчивается информативная часть гена. Здесь, вы помните, я говорил вам о том, что это заканчивается терминальной зоной или терминальным участком. И сформировавшаяся информационная РНК выходит в цитоплазму. На этом транскрипция РНК заканчивается. Я еще раз подчеркиваю, что транскрипция – это синтез всех видов РНК на матрице ДНК. Второй этап – трансляция. Трансляция – это синтез полипептидной цепи белка. Суть заключается в том, что переводится информация, которая записана на информационную РНК в виде последовательности нуклеотидов в последовательность аминокислот, которые входят в состав синтезируемого белка. Процесс осуществляется на рибосомах, мы с вами уже уточняли. И РНК является посредником передачи средственной информации. С ДНК транскрибируется и РНК, которая, попав в рибосому, в активный центр рибосомы, становится матричной РНК и будет синтезировать белок первичной структуры. Трансляция тоже имеет четыре стадии. Первая стадия – это образование комплекса рибосома и РНК. Вторая стадия – активирование аминокислот. Третья стадия – собственно синтез белка. И четвертая стадия – это окончание синтеза. Давайте познакомимся с этими стадиями трансляции. Итак, образование комплекса. Мы с вами отметили, что информационная РНК выходит в цитоплазму через поры ядра. И на тот конец РНК, с которого нужно начинать синтез, а это старт-кодон, на ИРНК нанизывается рибосома своим активным центром. Образуется комплекс рибосома и РНК. Рибосома перемещается во время синтеза белка по молекуле ИРНК прерывисто, скачками, задерживается на каждом треплете по 0,2 секунды. Тем самым определяется возможность определить комплементарность кодона информационной РНК с антикодонами транспортных РНК, которые участвуют в синтезе белка. Вторая стадия – это активирование аминокислот. Мы знаем с вами, что каждая аминокислота соединяется в свои транспортные РНК и транспортные РНК как раз транспортирует эти аминокислоты к месту синтеза, то есть на рибосому. Вот, обратите внимание, транспортные РНК транспортируют аминокислоты. Любая транспортная РНК состоит из небольшой численности нуклеотидов, где-то в пределах 100 нуклеотидов, но в особенности в строение транспортной РНК входит то, что она имеет 4 комплементарных участка. При встрече этих комплементарных участков образуются водородные связи, которые удерживают транспортную РНК в определенной форме, в форме клеверного листочка. И в результате образуются 3 петли. 2 боковых петли и 1 центральная петля. Вершина центральной петли называется антикодон. Анти – он противоположный кодон. Этот антикодон – противоположный кодон информационной РНК. Согласно антикодону, к акцепторному участку за счет энергии молекулы АТФ присоединяется определенная аминокислота. Видите, вот антикодон УУУ и присоединилась к акцепторному участку аминокислота лизин. Антикодон АГА присоединяется к аминокислоте серин. Нужно помнить, что транспортная РНК, как все виды РНК, ориентирована от 5 штрих-конца к 3 штрих-концу. И поэтому правильнее назвать здесь антикодоны. Видите, от 5 штрих-конца к 3 штрих-концу пойдет. И поэтому антикодон будет ГАА. А кодон информационной РНК, который будет ей комплиментарен, будет СУУ. Собственно, синтез белка начинается в активном центре рибосомы. В этом активном центре рибосомы имеются два участка. Участок выполнения приказа, участок получения команды. В результате согласованной работы этих участков и активности транспортных РНК происходит синтез первичной структуры белка. Давайте более подробно рассмотрим этот синтез. В цитоплазме клеток на рибосомах происходит последний этап синтеза белка – трансляция, непосредственная сборка белковой молекулы. Процесс начинается с соединения молекулы информационной РНК с рибосомой. Аминокислоты доставляются к рибосомам с помощью транспортных РНК. Транспортные РНК и аминокислоты находятся в цитоплазме клеток в свободном состоянии и в большом количестве. Для каждой аминокислоты необходима своя транспортная РНК. При помощи специальных ферментов происходит распознавание соответствующих аминокислот и транспортных РНК и их соединения. После этого транспортная РНК со своей аминокислотой входит в рибосому и соединяется антикодоном по принципу комплементарности с соответствующим кодоном информационной РНК. Рибосома перемещается по молекуле информационной РНК при ревизе по 3 нуклеотида за 1 шаг. Таким образом, в рибосому может попасть новая транспортная РНК со своей аминокислотой. Аминокислоты внутри рибосом сближаются и соединяются друг с другом. Первая транспортная РНК освобождается от своей аминокислоты и покидает рибосому. А информационная РНК вновь передвигается на 3 нуклеотида. Вторая транспортная РНК уже с двумя аминокислотами передвигается на ее место. А в рибосому входит следующая транспортная РНК со своей аминокислотой. Весь процесс многократно повторяется. Сборка молекулы белка прекращается, когда в рибосому попадает один из трех кодонов, методилующих аминокислоты. Это 100 кодонов. С этими аминокислотами не связывается ни одна транспортная РНК. В результате информационная РНК отделяется от рибосомы и синтез заканчивается. Цитоплазм и клеток... Итак, мы рассмотрели с вами собственный синтез белка и уточнили, что образуется первичная структура белка, первичный уровень белка. Теперь давайте посмотрим, как же заканчивается синтез белка. Происходит появление терминального кодона в информации информационной РНК. Он показывает, что синтез белка завершен. Рибосома соскакивается, информационная РНК распадается на две субъединицы. Полипептидная цепь одновременно снимается с рибосомы и поступает внутрь ЭПС. А вот в ЭПС происходит модификация этой полипептидной цепочки. То есть мы говорим, дозаривается белок и приобретает ту структуру, которая необходима для клетки. И вы знаете, что большинство белков, которые используются клеткой, это белки третичной структуры. А вот белки четвертичной структуры, они уже образуются в полисложном органоиде. Это органоиде комплексе Больджи. Давайте посмотрим, как же все-таки это достаточно быстро происходит в ядре и в рибосомах. Видите, по принципу комплементарности напротив А встает УУ, потому что это материалы РНК. И образуется матричная или информационная РНК. Матричная информационная РНК поступает в активный центр рибосомы. И там тоже по принципу комплементарности подходит к матричной РНК транспортная РНК с антикодонами. Если происходят комплементарные участки, то возникают водородные связи, которые необходимы на некоторое время для того, чтобы аминокислоты, находящиеся на этих транспортных РНК, образовали пептидные связи. В данном случае, видите, образовался депептид, глицин, лейцин. И на этом транспорт первичной структуры белка заканчивается. Но мы с вами знаем, что не только белок синтезируется по материалам генетического кода, но вы видите, что в синтезе участвуют и другие виды РНК. Это рибосомный РНК или рибосомальный РНК. Это транспортный РНК, информационный РНК. И поэтому давайте с вами посмотрим, как же происходит синтез этих РНК. Обратите внимание, что с транскрибируемой цепи ДНК, которая ориентирована с 3-штрих конца к 5-штрих концу, строится РНК. Любые виды РНК могут строиться с транскрибируемой цепи. И вы видите, что они строятся антипараллельно, комплементарно и ориентированы с 5-штрих конца к 3-штрих концу. Это нам нужно запомнить. И с этим материалом необходимо очень аккуратно работать. Если нам необходимо с антикодона транспортной РНК построить кодон информационной РНК, а мы знаем, что информационная РНК сориентирована с 5-штрих конца к 3-штрих концу, то нам необходимо предварительно, чтобы у нас получился кодон информационной РНК с 5-штрих конца к 3-штрих концу, нам необходимо антикодон транспортной РНК записать наоборот, в обратном порядке. И поэтому так мы получаем с вами кодон информационной РНК ААУ. И по таблице генетического кода мы можем для этого кодона информационной РНК определить аминокислоту. Почему мы это делаем? Дело в том, что таблица генетического кода записана вся на основе информационной РНК, которая ориентирована с 5-штрих конца к 3-штрих концу. А если бы мы не делали процесс обратной записи антикодона ТРНК, то мы получили бы здесь 3-штрих конец. И поэтому мы бы сделали ошибку в нахождении той или иной аминокислоты. Поэтому будьте внимательны. Итак, обобщая те моменты, которые мы рассмотрели с вами в моей презентации, давайте сделаем некоторую схему синтеза нуклеиновых кислот и белка. Итак, мы говорим о том, что таким центральным звеном во всех этих синтезированных веществах является транскрибируемая молекула ДНК, именно транскрибируемая цепь. С транскрибируемой цепи ДНК мы можем построить смысловую цепь. По принципу комплементарности мы можем построить смысловую цепь. Но смысловая цепь будет ориентирована от 5-штрих конца к 3-штрих концу. А вот со смысловой ДНК мы можем снова построить транскрибируемую цепь ДНК. Говоря о транскрибируемой цепи ДНК, я уже сказал, что с транскрибируемой цепи ДНК мы можем построить все виды РНК. И они будут ориентированы от 5-штрих конца к 3-штрих концу, так как должно быть антипараллельно, комплементарно. ТРНК, РРНК, ИРНК. Все они будут ориентированы 5-штрих конец, 3-штрих конец. С ИРНК мы можем построить белок по таблице генетического кода. А вот по ИРНК мы можем построить и снова транскрибируемую цепь ДНК. Этот процесс называется обратной транскрипцией, которая происходит за счет обратной транскриптазы. И в некоторых задачах нас это просит. С ИРНК мы можем построить антикодоны ТРНК. Но обязательно, я вас еще раз напоминаю, записывать в обратном порядке. И с антикодона ТРНК мы можем построить кодоны информационной РНК. Итак, это такая суммирующая, обобщающая схема синтеза белка и синтеза нуклеиновых кислот. Во всех процессах синтеза нуклеиновых кислот соблюдается антипараллельность и комплементарность. Это вы тоже знаете. Итак, мы рассмотрели с вами теорию. Теперь, говоря о теории, я хотел бы еще такой нюанс вам сказать о том, что существует два типа карт генетического кода. Будьте внимательны, смотрите внимательно. На них написано, либо это ИРНК, таблица генетического кода, либо это таблица генетического кода, которая включает как ИРНК, так и ДНК. Но вы должны помнить, что строить белок мы всегда строим только с информационной РНК, потому что информационная РНК является посредником, и трансляция белка осуществляется в рибосомах с матричной РНК. Переходим к решению практических или практическому решению задач. Говоря о типологии задач, необходимо отметить, что изучая интернет-ресурсы, я определил, что таких задач, классических задач, решения на антипараллельность, порядка шести. И со всеми этими задачами мы с вами и познакомимся. Итак, фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов. Дается последовательность верхняя смысловая, нижняя транскрибируемая цепь ДНК. Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информативная часть ген начинается с триплета, кодирующей аминокислотой, мет, метионин. С какого нуклеотида начинается информативная часть гена? То есть это уже в молекуле ДНК. Определить последовательность аминокислот в фаргменте полиэптидной цепи? Ответ поясните. Итак, говоря об этой задаче, я как раз вам определял, что нужно очень четко в гене знать информативную и неинформативную часть. И мы с вами определили, что неинформативная часть гена – это часть, которая составляет регуляторную зону и промоутер. И вам говорил о том, что любой ген начинается со стоп-старт-кодона. Стартом кодона является триплет, который кодирует аминокислоту метионин. Поэтому наша задача заключается в том, что если мы знаем участок молекулы ДНК, то есть участок гена, мы синтезируем с транскрибируемой молекулы ДНК информационную РНК. Ориентируем ее с пять штрих-конца к три штрих-концу. Потом находим антикодон метионин, который кодон будет кодировать. Это АГУ. И уже глядя на этот триплет, мы смотрим напротив аденина в гене информативной части находится тенин. Давайте посмотрим, как оформляется задача. Первое. Мы с вами строим информационную РНК, с транскрибируемой цепи ДНК по принципу комплементарности, определяем комплементарные группы и строим информационную РНК, определяя штрих-концы. Мы отметили с вами, что информативная часть начинается с триплета АУГ, который кодирует аминокислоту метионин. Поэтому смотрим, что находится напротив нуклеотида информационной РНК А, а это Т, и поэтому мы говорим о том, что информативная часть гена начинается с третьего нуклеотида Т на транскрибируемой молекуле ДНК, так как АУГ начинается именно с нуклеотида А. Потом по информационной РНК, по кодам информационной РНК, по таблице генетического кода находим последовательность аминокислот. Рекомендуется аминокислоты объединять вместе в белок с помощью пептидной связи. Итак, это первый тип задач, это нахождение информативной части гена. Второй тип задач. Молекулы ТРНК, несущие соответствующие антикатоны, входят в рибосому в следующем порядке. Определите последовательность нуклеотидов в смысловой и транскрибируемой цепей ДНК, и РНК, и аминокислот в молекуле синтезируемого фрагмента белка. При решении задачи, используя таблицу генетического кода, при выполнении задания учитывайте, что антикатоны ТРНК антипараллельны к адонам и РНК. Вы знаете, что транспортные РНК имеют антикатоны. Это вершина центральной петли. И вот здесь нам приведены 4 антикатона. Антикатоны. Это антикатоны разных транспортных РНК. И поэтому мы их разделяем знаками припинания. Дальше мы говорили, что ТРНК ориентирована на 5 штрих конец. Естественно, антикатоны будут иметь тоже 5 штрих конец. 5 штрих конец, 3 штрих конец. 5 штрих, 3 штрих. 5 штрих, 3 штрих. 5 штрих, 3 штрих. И мы с вами говорили, что информационная РНК должна быть ориентирована тоже с 5 штрих конца. И поэтому для того, чтобы правильно писать катоны информационной РНК, мы антикатоны транспортных РНК записываем каждый в обратном порядке. АУГ, ЦАУ, ЦГУ, и АЦГ. И на основе этих в обратном порядке записанных антикатонов мы можем построить информационную РНК. С информационной РНК мы можем построить смысловую, пардон, вначале мы строим с вами транскрибируемую цепь ДНК, а с транскрибируемой цепи ДНК мы можем построить смысловую. И в конце мы можем с информационной РНК построить последовательность аминокислот, то есть синтезировать фрагмент белка. Итак, мы сориентировали с вами и РНК к 5 штрих концу, 3 штрих конца, и для этого записали в обратном порядке антикатоны, построили по принципу комплементарности информационную РНК от 5 штрих конца к 3 штрих концу. У нас получилось из написанных в обратном порядке антикатонов. Теперь мы на основе этой информационной РНК построим транскрибируемую цепь ДНК, а с транскрибируемой построим по принципу комплементарности смысловую цепь ДНК. Итак, мы построили фрагмент гена ДНК. А вот последовательность аминокислот мы строим по кодонам информационной РНК по таблице генетического кода. Итак, это тип задач, связанный с антикодонами цепей транспортных РНК. Следующий тип задачи – это фрагмент начала гена, имеет следующую последовательность. Установите нуклеативную последовательность участка ТРНК, который синтезируется в данном фрагменте. Обозначьте 5 штрих конец, 3 штрих конец. Это фрагменты определить аминокислоту. Кислоту, которую будет переносить транспортный РНК в процессе биосиндеза белка, если третий триплет с 5 штрих конца соответствует антикодону ТРНК. Говоря о том, что ТРНК, как и все виды РНК, может транскрибироваться с транскрибируемой цепи ДНК. Транскрибируем ТРНК. Находим с 5 штрих конца третий триплет, который будет как раз соответствовать антикодону. Антикодон также записываем в обратном порядке для того, чтобы получить кодон информационной РНК с 5 штрих конца к 3 штрих концу. И по этому кодону информационной РНК по таблице генетического кода мы находим аминокислоту. Вот мы выстроили информационную РНК. Находим, пардон, извините, мы находим не информационную, а транспортную РНК. Строим транспортную РНК. В транспортную РНК находим третий триплет 1, 2, 3, G, C, A. Записываем в обратном порядке. И находим кодон информационной РНК. Это будет U, G, C. И глядя в таблицу генетического кода, мы определяем, что этот кодон будет кодировать аминокислоту ЦИС. И поэтому данная транспортная РНК транспортирует аминокислоту ЦИС к месту синтеза, то есть к глибосому. Итак, здесь задача на определение антикодона и на определение аминокислоты, которая транспортируется данной транспортной РНК. Следующий тип задач характерен более сложным подходом. Здесь установить нуклеотидную последовательность участка ТРНК, который синтезируется на данном фрагменте. Какой кодон и РНК будет соответствовать центральному антикодону этой ТРНК. Какая именно кислота будет транспортироваться этой транспортной РНК. Здесь не указано, что это третий триплет. Необходимо синтезировать транспортную РНК и найти центральный триплет. И вот этот центральный триплет будет являться как раз антикодоном. Также мы записываем антикодон в обратном порядке и находим кодон информационной РНК по принципу комплементарности. И в последующем определяем в таблице генетического кода ту аминокислоту, которую будет транспортировать данная транспортная РНК. Вот у нас получается транскрибируемая цепь ДНК. По принципу комплементарности мы с нее синтезируем информационную РНК. Извините, опять же, транспортную РНК. С этой транспортной РНК мы определяем центральный кодон, который будет являться УУУ. Это будет антикодон. Он соответствует кодону информационной РНК ААА. И потом мы с вами, записывая в обратном порядке, этот антикодон как раз определяем кодон ААА. Но здесь очень удачно. Все три нуклеотида одинаковых. Значит, и этот кодон информационной РНК по таблице генетического кода мы находим, что это транспортируется данные транспортные РНК, транспортируется аминокислота лизин. Следующий тип задач связан с РНК, содержащими вирусами. В качестве генетической информации несут они РНК. Такие вирусы, заразив клетку, встраивают ДНК-копию своего гена в геном хозяйской клетки. В клетку поникает вирусная РНК в следующей последовательности. Определите, какова будет последовательность вирусного белка, если матрицей для синтеза и РНК служат цепь комплементарной вирусной РНК. Запишите последовательность двухцепочечного фрагмента ДНК, укажите 5-штрих и 3-штрих концы цепей. Объясните ответ. Здесь вы помните о том, что имеется группа вирусов РНК-содержащих. И эти вирусы для того, чтобы встроиться в геном хозяйской клетки, они вначале свою РНК-информацию должны перевести в ДНК. А потом уже молекула ДНК присоединяется к геному хозяйской клетки и порабощает клетку. И тогда уже клетка будет синтезировать для вирусной частицы и наследственную информацию в виде РНК и белки. И поэтому, что мы делаем? Мы делаем с вами с вирусной РНК, находим нуклеативную последовательность, которая будет являться транскрибируемой нитью ДНК. Затем по транскрибируемой нити ДНК по принципу комплементарности мы находим смысловую. Это у нас получился участок ДНК, который построился с вирусной РНК. Этот участок присоединился к молекуле ДНК клетки. Теперь мы определяем, что именно комплементарной вирусной РНК является транскрибируемая цепь ДНК. Из транскрибируемой цепи ДНК мы определяем уже вирусную и РНК. А по вирусной РНК мы определяем по таблице генетического кода последовательность аминокислот, то есть белок. Это достаточно интересные задачи этой группы по вирусной РНК. Дальше задачи, связанные с мутациями. Два типа задачи. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность, смысловая и транскрибируемая. В результате замены одного нуклеотида в ДНК четвертая аминокислота во фрагменте полипептида заменилась на аминокислоту ВАУ. Определите аминокислоту, которая кодировалась до мутации, какие изменения произошли в ДНК и РНК в результате такой замены одного нуклеотида. Благодаря какому свойству генетического кода одна и та же аминокислота у разных организмов кодируется одним и тем же триплетом. И здесь мы должны найти ключевое слово одного нуклеотида. То есть получается в молекуле ДНК заменился только один нуклеотид и поменял информацию, и вместо определенной аминокислоты возникла аминокислота ВАУ. Поэтому мы с вами определяем, что это произошло во фрагменте четвертом триплете. Раз, два, три, четыре. Это СТА. Мы с СТА строим кодон информационный РНК. Определяем по кодону информационный РНК аминокислоту. И сравниваем эту аминокислоту, этот кодон и РНК с кодонами, которые кодируют ВАУ. И определяем только разницу какого-то одного триплета одним нуклеотидом. И потом уже решаем эту задачу. Итак, посмотрите, четвертый нуклеотид мы с вами определили. Значит, определили, что там произошло, построили информационный РНК. По таблице генетического кода мы нашли, что эта аминокислота была АСП. Теперь сравниваем АСП с валом. И определяем валином. И определяем, что там разница только одного нуклеотида. По фаргменте ДНК в четвертом триплетии смысловой цепи ГАТ нуклеотид А заменился на Т. Получилось ГТТ. В транскрибируемой цепи в триплетии СТА нуклеотид Т заменился на нуклеотид А. А в информационной, в четвертом кодоне, ГАУ нуклеотид А заменился на У. То есть мы ответили с вами на вопросы, связанные с смысловой и транскрибируемой информационной РНК. А вот свойство генетического кода – это, конечно, универсальность. То есть все живые организмы имеют одинаковый генкод. Здесь есть некоторый такой нюанс, что наличие в ответе множества триплетов считается ошибкой, так как было указано, что произошло замену только одного нуклеотида. И здесь мы пишем не изменение триплетов, а только один нуклеотид. И последняя задача связана с мутацией, но мутацией уже целой аминокислоты, целого триплета. Определите последствия аминокислот в фрагменте полипептидной цепи и обоснуйте свой ответ. Как изменения могли произойти в результате генной мутации во фрагменте молекулы ДНК? Вот она, ДНК, да? Если четвертая аминокислота, полипептид заменилась на аминокислоту-3. Какое свойство генетического кода определяет возможность существования разных фрагментов мутированной молекулы ДНК? Ответ поясните. Итак, мы здесь также находим четвертый триплет. Раз, два, три, четыре. Вот ГТТ. Так, ТТЦ, ТТЦ. Раз, два, три. ТТЦ. Определяем, какой был кодон информационной РНК. По кодону информационной РНК мы с вами определяем аминокислоту и сравниваем, какие кодоны информационной РНК изменились, чтобы образовались изменения в фрагменте молекулы ДНК во время генной мутации. Посмотрите, у нас получается, мы строим цепь и РНК. На основе цепи РНК мы строим белок и видим, лизин заменяется на 3. И потом мы видим, что это возможно при замене четвертого триплета смысловой цепи ДНК ААГ на триплеты АЦГ, АЦТ, АЦЦ или АЦА. И в четвертом кодоне информационной РНК ААГ на кодон АЦГ, АЦУ, АЦЦ или АЦА. И мы здесь с вами перечисляем все, нас спрашивают в задаче, какие изменения могли произойти в результате генной мутации в фрагменте молекулы ДНК, если четвертая аминокислота заменилась на аминокислоту 3. То есть здесь мы определяем все триплеты, которые могут кодировать как новую кислоту 3, которая позволила заменить и в информационную РНК, и в смысловую РНК последовательность нуклеотидов. Ну а свойство генетического кода – это избыточность. Мы знаем, что 1 аминокислоту 3 может кодировать именно 4 триплета. Это свойство называется избыточностью или вырожденностью. Итак, мы рассмотрели с вами типовые задачи. Вы можете закрепить свои знания, прорешав задачи из того сборника, который я сделал для вас. Это задачник. Я собрал материалы в интернет-ресурсах. Давайте посмотрим. Вот этот задачник, он включает более 40 задач, вот тех шести типов, которые мы с вами рассмотрели в предыдущей презентации. Вы можете закрепить свои умения, компетенции в решении вот этих задач. Их достаточно много. Вы, хорошо прорешав, справитесь с такими новыми заданиями на антипараллельность в КИМах ЕГЭ. Всегда дается несколько вариантов КИМов, которые включают такие задачи на биосинтез белка. Я желаю вам удачи. Ваш Владимир Сорокин. Я желаю вам удачи.